ну что ребят всем здравствуй всем здравствуйте всех приветствую мы начинаем проходить игру ну как минимум в этой серии посмотрим эту игру это the wolf among us walk среди нас игра вот и как я знаю это создатели из волкиндит ходячих мир лицов которым которым уже прошли кстати говоря да так да не видел там вот ссылочка в описании данном плейлист обязательно посмотрите очень классная игра как по мне очень классная игра для своих времен и даже для сегодня на сегодняшний день это остается реально прямо пизда то игрой что тут я не знаю не смотрел вообще не прохождение вообще ничего блять вообще ничего ебать но блять стилистико примерно та же дачи чуть-чуть может быть чуть-чуть по-другому более плавнее она может быть может быть более лучше плане но он реально плавно чуть-чуть как-то ну прям нарисовано чуть-чуть может по-другому примерно все то же самое осталось вот посмотрим этой серии что за игра понравится мне или нет зайдет или нет зайдет ли мне вообще эта игра и если зайдет блять пройдем ее сто процентов поэтому сажит удобнее надевать чайку при этом все это кушать при этом чай пить и кофе пить и пить и пить и а воды вот то водичку пьют да щас приятного аппетита получается кого нахл аппетита пить и вообще-то ну блять ладно приятного попить водички усадишь поудобнее накидывайте пледик обязательно ебать и сейчас тоже про приятного просмотра еще еще раз пожелаю третий раз уже но ничего страшного приятного просмотра четвертый раз приятного просмотра пятый раз и мы начинаем так играть волк среди нас эпизод 1 вера я хуй значит ну выглядит да примерно как the walking did игра будет адаптит по вашей сестре будет развиваться так как решить его да как вот тут написано даже шрифт тот же как в ходячих давным-давно в нью-йорке поселилось сообщество сказаний в месте которое они называли фейблтаун сказания которые там живут прибыли сотни лет назад после того как их изгнали из родных земель из родных земель благодаря магическому заклинанию под названием чары они скрывают свое тайное сообщество от обычных людей большой и страшный серый волк шериф именно он защищает сказаний друг друга друга да это ходячие отходячих создателей блять конечно что блять а создатели и ходячих мертвецов игры так же едем куда-то на машине волк среди нас так же едем куда-то на машине волк среди нас но прикольно не он не онова игра прикольно сделано мне нравится такое жилой район где-то полчаса ночи где-то после ночи ебать чё ты делаешь ты кто вообще мистер джаб вот чёрт бигби слушай дружище я знаю что это не похож на человека это проблема я понимаю я вышел скротил лишь на мгновение хотел посмотреть что устрел этот пьяный урод и бать жаба разговаривающая просто закроет на это глаза ладно зато первым делом я куплю чары я смотрю на метровую жабу свитере это проблема молчание это всем вариантом если у тебя не хватает денег на чары то ты отправишь на ферму все просто не можешь отослать меня жить к тем животным ты знаешь о чём я сходи к ведьме купить чары бегу дружище это обдиралка чё за клятия падает а цены все растут ты знаешь только денег нужно платить чтобы обеспечить всю семью чарами не я установлю про прости я не могу заглядывать на это глаза жаб у меня связаны руки да да слишком много чего там кое бы большой не было цена залить и стоит того не поздоровится если ты еще распадешь меня на глазах я бы наоборот видишь именно поэтому я тебя и вызвал шериф ты будешь просто стоять сделать что не бегу и пожалуй не стоит с этим разобрать да пожалуй спасибо блять жаба нахар да что-то происходит ли новый запись книги сказали просто чему говорит мне как тратить деньги свет снова мигает хочешь тебя чтобы тебя забрал будет что-то блять нет тогда пизду и внутрь что блять кого блять вообще нихуя не понятно но сделан да в стилистике все в сербе прикольно сделал мне по боли так больше так даже нравится как зала либо прикольно сделал пусть и спички уебать что здесь можно инвентарь даже можно инвентарь вот так вот что мне это даст ну ладно чё а вот с гонского но на буты на ёпта тяжело на лице не все чтобы на ебать так почему то я бил ах ты сука блять ну и коль ты сделаешь дровосяки разобьют твою ебаную морду это факт да это факт у тебя херова память волк в прошлый раз я показал тебе кто главный сейчас все иначе блять блять я не успел нахуй ебать ты шо дурачок на ёпта соси бибу нахуй на реакции на реакции о блять на ебать соси хуй блять а а все блять все все блять сосать нахуй сосать подано на ебать это гребеный мазохист дровосек иди нахуй давай туда его на ебать опа блять промазал ёпта давай на ёпта на ебать блять туда нахуй на стол блять на ща будем тебя ебать на ебать на ебать и нахуй на цсс блять на ебать давай на кроватку тебе пошли блять не успел то все что блять а тут все же он нахуй на ебать сосать ёпта засать подано блять пиздец что-то блять еще тебе стоит ходить отсюда слушай я не уйду пока не получу то что предложит мне никогда не получишь сука не заткнись ебаный пиздец ты сломал челюсть ублюдок а ты все не заткнешься длинно что за четверть здесь происходит это всего лишь небольшое недопонимение которое превратилось на следующий шоу не волнуйся ты видел все в лучшие моменты умолчи лучше девка заканчивай слушай для меня дерьмо ночка только началась что ты сделаешь мои уста закрыты почему он тебя бил прости это у него хорошо но сначала хочу спросить тебя он спросил знаю ли я его знаю ли я кто он я сказал что нет он начал бить меня а потом пришел ты и начал бить его похоже на правду дорогуша вот это вот чудовище я вспомнил ему брюхо набил камнями а потом бросил его в гребаную реку вот кто я такой сука красную шапочку я и в гребаную реку я в гребаную реку дурь что я сказал о том что надо борься в гребаную реку даже что ты х что это привет же мою машину да да ну да конечно за машину мы выпали из окна ничего нельзя было сделать не должен злиться я просил тебя помощи это пришел вы не должен злить даже когда помогаешь ты делаешь только хуже камере ты бредила чего на сука то все что же блять спасешь блять палец добился уже на меня палец добился уже нас что ты делаешь я просто беру то что он мне должен ты там порядке смысле твои глаза и зубы это не должно происходить с тобой верно я сразу этого сбегать великолепно ножки торчи подвор думаю что он это чувствует это ему от меня снял хватит уже сказание сукин сын выдержит сказание кого блять снял хватит снял хватит даже спасибо так на кого ты работаешь мои уста закрыты прости нравится моя ленточка не меняй тему если не будешь отвечать на мои вопросы я не смогу помочь тебе отвечаю на них как только могу у меня такое чувство что мы встречались уже когда там наверное так и есть когда мы вместе были знакомы а теперь все изменилось наверное стой нам не нужно все становиться еще больше ты уверенна а с ним хватит время резину сегодня не делись если он захочет решить проблему топором я не специально прости опа извиняюсь прошу прощения прошу прощения так тут 30 40 7 8 58 ты что в я есть должен помочь так бери не нужно я буду в порядке ты и так сделал достаточно правда просто возьми их ладно ты вытащил меня из неприятной ситуации спасибо ты все еще должна дать показания мне нужно дать работодатель деньги которые у меня есть потом приходи ко мне в офис много поздновато для этого визита шериф я зову тебя в квартиру ты живешь в самой маленькой квартире в улице и это я знаю все . . . будет жаркой если чё блядь я не преувеличиваю ладно я умоюсь поверю когда увижу эй я должен сказать тебе кое-что что ты не такой страшный как все говорят ну все блядь ждем в квартирке блядь руки на стол руки на стол увидимся волка руки на стол ребят пока что рановато сейчас квартирку они зайдут и там бля вот это на вот это ебасер тогда можно пока что руки на стол ребят пока что только готовимся блядь что я несу нахуй пиздец пока ахуй знать что происходит вообще блядь пока реально хуй знает что здесь кому-то потом но читал описание там говорят что типа из русских или не из русских а вообще из сказок эти персонажи все из сказок херо знает может я ошибаюсь я хуй знаю что здесь вообще происходит прикольно сделано красиво довольно-таки сделано давай-ка мы с тобой вот этот эпизодик блядь оставим на потом что он достижение чудо блядь давай пожаловать в фейблтаун зашли глазу главу 1 в эпизоде первого шут книга сказания то что описание типа так почитаем бигби шрифт фейблтаун знаменитый большой страшный серый волк известный как мучитель попросят известный как получили поросят и девочек в красных шапочках пытающийся забыть те страшные времена бигби стал шрифом в фейблтаун и принял человеческую форму но зная о его бурном прошлом жители фейблтаун неохотно начинают ему доверять бигби решил показать что он действительно изменился но некоторые инстинкты достаточно трудно заглушить дровосек падший герой дровосек один из тех кто столкнулся с бигби в черном лесу и выжил чтобы рассказать ту историю чтобы спасти красную шапочку он скрыл волку живот топором набил его камнями зашел обратно и выкинул в реку осуждаем такое осуждаем блять к его ужасу популярность его поблекло даже имя его стало забыто его помню только как дровосека мистер жаб заведует заброшенной собственностью собственностью на краю фейблтауна так как это амфибия ростом в один метр жабр жабр блять охуенно жаб требует от полиции фейблтауну чтобы его и его семью постоянно снабжали чарами чтобы бляде чтобы быть похожими на людей проблема в том что жаб не слишком понимает чем должна заниматься полиция поэтому часто досаждает им фейблтаун фейблтаун это община находящаяся на улице в булпинч в верхнем вестсайде манхэттена для простых людей или простаков это обычный район нью-йорк и не и ничего более но это настоящий дом для сказаний из многих миров в его пределах находится большая пещера обширная библиотека и сотни магических предметов огромной силы все не похожи на людей сказания живут на ферме удаленной части фейблтауна ферма ферма дом для сказаний не похожих на людей так как а так блять охуенно не похожи на людей таких как великаны гоблин звери и другие они находят она находится в северной части нью-йорка достаточно далеко чтобы простатки простатки блять простатки охуенно истец блять чтобы простатки не смогли их обнаружить некоторые ее жители считают что их держат здесь как в тюрьме несмотря на то что на ферме удобно и свободно они могут покинуть ферму если смогут приобрести чары но у большинства нет денег на что-то настолько дорогое несмотря на запрет то есть такие как колин все же выбираются в город или колин колин наверное чары маскирующие чары чары это заклинания позволяющие изменять внешность они дорого они дорого стоят но некоторые не похожи на людей сказания их покупают чтобы выглядеть как люди в бедных районах фэблтаун продаются дешевый чар но они ненадежные могут привести к неожиданным последствиям ебать ну я понял давайте с тобой ставим это на следующую серию если вам зайдет игра мне нравится мне очень нравится прикольно очень красивая игра сделана очень прикольно сделана более оптимизирована чем The Walking Dead 1 как минимум первая часть первый сезон Ходячих Мертвецов но мне прикольно не нравится очень нравится игра прикольно сделана очень красиво по-своему я прошел бы ее я бы ее реально прошел бы и пройду скорее всего до конца оставим постараюсь только посмотреть на вашу реакцию зайдет вам игра или нет поэтому пойти за просмотр ребят вот такая вот серика получилась такая коротенькая но как вы могли заметить я уже так всегда делаю когда мы начинаем проходить какую-то новую игру или продолжение старой игры я смотрю на вашу реакцию если вам интересно мы проходим до конца если нет то мы забываем об игре полностью вот поэтому спасибо за просмотр ребят ставьте лайк подписывайтесь на канал вам не сложно и не приятно ссылки все в описании там ссылочка первая ссылочка на плейлист Ходячих Мертвецов первый сезон который мы уже прошли вот-вот недавно только-только вот и на телеграм-канал на ВК там тоже есть но ВК я так прям не веду а телеграм-канал веду очень хорошо даже там инсайдики из моей жизни кстати говоря да вот так что там очень интересные в последнее время инсайды появились поэтому загляни посмотри может что-то новое увидишь ну и если тебе не интересно да типа такой блять чел ну нахуй мне смотреть там шо как у тебя там шо происходит мне это нахуй не нужно я просто сижу чилю блять с кайфом блять расслабончики хаваю перемешки блять с майонезиком ебать и попиваю блять нахуй газировочку нахуй мне твой телеграм тогда друг мой я тебе дам стимул ты знаешь что youtube не отправляет ну как отправляет но с опозданием уведомления о видео а если подписан на канал и у тебя колокол звенит прям пиздец как то иногда такое случается даже ну я это заметил поэтому я такой блять ну такое такое поэтому если ты хочешь увидеть первым или одним из первых кто кто блять когда видит сду нахуй короче если ты хочешь первый или одним из первых увидеть видос который вышел да вот пример эту же серию подписывайся я там всегда прям вот вышла серия и сразу же блять через секунду уведомления в телеграме понимаешь у тебя будет уведомление когда приходит приходит нахуй что ты несешь блять фу всё нормально скажу у тебя будут уведомления приходи да видео когда которые только только вышли первым увидишь ебать вот эту серию Или следующую даже. Или уже, блядь, ты увидел первым эту серию, понимаешь? Или одним из первых. Подписывайся. Подписывайся и, блин, может, тебе там заинтересует что-то. Может быть нет, там опросики есть. Я там, ну, комментировать можете, просто я с вами там общаюсь. Почему нет? Вот, вот так вот. В принципе, все. Увидимся в следующей серии. Давайте. Или в следующей игре. Давайте. Продолжение следует.